Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Слышно хорошо? Да, все отлично. Во-первых, хочу поблагодарить Центр исследования правовой политики за приглашение участвовать в таком важном мероприятии, в таком важном обсуждении, высказать свою точку зрения. Ну и всем участникам тоже большое спасибо за то, что вы уделили время, за то, что вы проявляете интерес к этой теме, и я надеюсь, что у нас будет интересное обсуждение после того, как закончится наше выступление. Как уже сказала Татьяна, да, я занимаюсь наблюдением за выборами с 99-го года. В Казахстане участвовал в большом количестве международных миссий в разных странах, то есть опыт накоплен достаточно большой. И вот сейчас этим опытом можно как раз делиться и этот опыт воплощать в те изменения, которые декларировались и декларируются сейчас президентом в послании, что, на мой взгляд, очень важно. Первый раз за очень много, большое количество времени, да, мы видим в послании освещаются такие темы, которые раньше были, ну, как-то не сказать, что запретными, но все-таки они никогда не освещались в послании. В том числе и наблюдение за выборами. И вот как раз с тех тезисов, которые высказаны были президентом во вчерашнем послании, я бы хотел начать. Ну, первое, это о наблюдателях в послании, да, то есть вот цитата прямая. Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым элементом транспарентных выборов. Считаю, что у наблюдателей должны быть ясно прописанные права и четко обозначенная зона ответственности. Ну, начнем с того, что наблюдатели присутствуют в законе с самого начала, с 95-го года, и права наблюдателей с 2004-го года прописаны в законе о выборах в статье 20.1, да. Но, к сожалению, с 2004-го года правил становятся все меньше, а ограничений все больше. Тут немножко истории нужно все-таки рассказать. В редакции закона 14 апреля 2004-го года, в пункте 1 статье 20.1, наблюдатели были вправе присутствовать на всех стадиях избирательного процесса и получать в избирательных комиссиях любую информацию об избирательном процессе. И, кроме того, в законе отдельно было указано, что никто не может ограничить права доверенных лиц, наблюдателей и СМИ. В пункте 2 статьи 20.1, в той редакции 14 апреля 2004-го года, избирательные комиссии обязывались создавать все условия для свободного ознакомления всех лиц со своими решениями, обязывались публиковать эти решения в общедоступных телекоммуникационных сетях, наблюдатели имели право присутствовать на заседании от избирательной комиссии. Ну и, к сожалению, все эти права и возможности для наблюдателей были исключены из закона редакции от 19 июня 2007-го года. То есть это как раз приблизительно за два месяца до тех очередных и неочередных августа 2007-го года, когда в Божилис прошел только Муратан. Вы, наверное, помните эти выборы, да? В соответствии с современной редакцией закона у наблюдателей имеется 12 основных прав. Я сейчас не буду говорить обо всех, но вот выделю самое главное, да? Это наблюдать за ходом голосования процедурой подсчета голосов и оформления результатов голосования в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур. Это очень важно. Есть право делать фото, аудио, видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведения их в итоге. Значит, есть право после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования и получать их заверенные копии. И есть, на мой взгляд, одно из самых существенных прав – обращать внимание членов избирательной комиссии на нарушение требований Конституционного закона. И вот этот последний пункт, он четко показывает, что функция наблюдателя – это не просто сидеть и наблюдать, смотреть, но и предотвращать нарушения. Следовательно, наблюдатель на участке осуществляет функции общественного контроля. Они являются просто зрителем, скажем так. Ну и, к сожалению, даже то, на что имеются законные основания, очень часто наблюдателям недоступны. Четко прописанные в законе права на проведение съемки и получение копии протоколов очень часто игнорируются. Процедурные требования по свободному перемещению по участку и наблюдению всех процедур голосования и подсчета голосов не принимаются во внимание, хотя они прямо описаны в правах наблюдателя в статье 25.1. Акты о нарушениях не принимаются. Вместо исправления нарушений комиссии предпочитают изгонять наблюдателя. То есть наличие прописанных в законе прав не исключает порочность правоприменительной практики. И наблюдатели очень часто становятся, к сожалению, жертвами такой практики. Взять, например, скандальное постановление ЦИК от 4 декабря 2020 года, которое вводит для наблюдателей требования по предоставлению копии устава организации, в котором должно быть указано наличие, там в основных целях организации наблюдения за выборами, запрет на ведение съемки без согласия снимаемых в лиц, запрет на ведение прямых трансляций с участков. То есть таким образом тогдашний председатель ЦИК и члены ЦИК своим постановлением нарушили сразу несколько норм закона выбора. Здесь, конечно, можно много говорить о том, что там были отсылки к другим законам, но давайте все-таки возьмем во внимание, что конституционный закон в иерархии законов Республики Казахстан занимает одно из самых верхних мест. И если он прямо что-то не требует и в конституционном законе не указано и других законодательных актов, а там не указано, то требование всех остальных законов здесь достаточно спорно, может быть достаточно спорная ситуация. Это должны юристы разбираться и, на мой взгляд, это должно стать причиной для общественной дискуссии с привлечением профессионального сообщества. Ну и, к сожалению, комиссии, руководствуясь вот этим постановлением ЦИК от 4 декабря 2020 года в ходе выборной кампании 10 января 2021 года, не допускали к наблюдению и сгоняли с участков наблюдателей. В общей сложности более 500 раз наблюдатели сталкивались с ограничением их законных прав и противозаконными требованиями избирательной комиссии. И поэтому, на мой взгляд, необходимо не законодательно оформлять деятельность наблюдателя, законодательно она оформлена. Необходимо следовать закону, необходимо прекратить практику запугивания, недопущения изгнания наблюдателя, прекратить ограничения по съемке и трансляции, более того, наделить наблюдателя, я считаю, дополнительными правами для реализации функций общественного контроля на выборах. Ну и, безусловно, скандальное постановление ЦИК от 4 декабря 2020 года должно быть отменено. Здесь есть еще один очень интересный нюанс. Вот в этом постановлении оно называется «О некоторых вопросах реализации прав бла-бла-бла» на выборах 10 января 2021 года. То есть, исходя из названия постановления, оно должно было действовать только на тех выборах. Но на самом деле неизвестно, как оно будет действовать в дальнейшем, поэтому мы считаем, что это постановление должно быть отменено и никогда больше никакие ограничивающие наблюдателей такие постановления приниматься не должны. Далее, что еще было интересного в послании, да, вот такая цитата. Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное, многодневное. Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае необходимости постепенно его внедрять. Ну, досрочное голосование в Казахстане использовалось. В первой редакции закона, когда он был еще указом президента, имеющим силу конституционного закона, 28 сентября 1995 года, она тогда была уже встроена, и это досрочное голосование было отменено редакцией 14 апреля 2004 года. В то время наблюдатели, я в том числе, мы уже работали над поправками в закон, и мы указывали на возможность фальсификации, связанных с этой процедурой, и досрочное голосование, это пункт 8 был статьи 41, было отменено. И в чем сейчас смысл восстановления этой нормы, не совсем понятно. Далее, электронное голосование. Оно было введено редакцией от 14 апреля 2004 года. Это глава 9, прим. 1. И использовалось на выборах 2004 и 2005 годов. Потом больше не использовалось никогда. В чем заключается основная проблема электронного голосования? Ну, современные информационно-коммуникационные технологии, да, вот современная база, да, она позволяет на самом деле с технической точки зрения обеспечить, ну, абсолютно максимально корректное использование данных, может использовать максимальную защиту данных, и может на самом деле, технически это возможно, обеспечить стопроцентно корректный результат выбора. Да, то есть технических проблем на самом деле с электронным голосованием не существует. Единственная проблема, которая не позволяет запустить этот вид голосования, это отсутствие доверия граждан к системе. То есть нет возможности убедить граждан в том, что нет никакой волшебной кнопки, на которую кто-то нажмет, и результаты изменятся так, как ему захочется. Люди не видели честных выборов в Казахстане никогда, и они не верят в то, что вот такая система действительно сможет честно показать те результаты, которыми они проголосовали. Ну, а раз не верят, то, значит, нужно это доверие все-таки восстанавливать и только после этого рассматривать возможности внедрения системы электронного голосования. Дистанционное голосование. Ну, это голосование по почте, голосование по интернету. Оно применяется в США, в Канаде, в Австралии. Но на самом деле имеет те же риски, что у досрочного электронного нет доверия. То есть у нас сейчас такая ситуация, что нет веры в выборную администрацию, порой даже нет веры в сам институт выборов. И поэтому, наверное, нет пока смысла, пока это вера не... Это доверие не появилось и не стало общеупотребимым вводить такие вещи, да. Теперь многодневное голосование. Ну, оно используется в странах с очень большим населением. Там Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Россия в том числе, да. И риски фальсификации очень высоки. Почти везде, где используется многодневное голосование, эти выборы критикуются как сфальсифицированные, да. Это тоже данность. И есть ли смысл нам сейчас внедрять такие вещи, учитывая, что достаточно небольшое население сравнительно в Казахстане, наши избирательные участки в состоянии вместить даже стопроцентную явку, и вводить... То есть все граждане могут успеть проголосовать в день голосования, и вводить многодневное голосование, на мой взгляд, пока нет смысла, да. Я не вижу особой необходимости вообще вводить какие-то новые способы голосования. И, на мой взгляд, гораздо важнее сконцентрироваться на четком описании гарантии реализации активного и пассивного избирательного права для всех граждан, сконцентрироваться на порядке формирования профессиональных и политически нейтральных избирательных комиссий всех уровней. Нужно сконцентрироваться на четком описании процедур голосования, подведения итогов публикации итогов выбора. Ну, например, для повышения доверия граждан к избирательному процессу и к исключению фальсификации, можно законодательно закрепить требования о публикации на сайте Центральной избирательной комиссии всех протоколов участковых, окружных и территориальных комиссий. Ну, то есть, или законодательно закрепить постоянную онлайн-трансляцию с участков с помощью веб-камер, или там законодательно закрепить обязанность потом хранить данные вот с этих веб-камер в определенное время, там год-полгода, не знаю, но хранить, чтобы их можно было использовать в качестве доказательств. Еще раз, основная проблема избирательной реформы – это низкое доверие гражданам. И думать надо именно о доверии граждан, а не о каких-то новых способах голосования, на мой взгляд. Дальше, финансирование выборов в послании. Вот цитата. «По Конституции, согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо нашим внутренним делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа. Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране. В первую очередь, это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ». Ну, я когда это прочел, у меня достаточно четкое понимание сложилось, что президент хочет исключить из наблюдения все организации, которые получают иностранные финансирования. Поскольку в Казахстане отсутствуют казахстанские фонды, которые финансировали независимое наблюдение за выборами, и независимое наблюдение проводится либо в инициативном порядке, не за деньги, либо финансируется из средств международных грантов. В случае принятия такой нормы, я очень боюсь, что независимое наблюдение будет, ну, если не уничтожено, то очень сильно ограничено. Ну, и здесь тогда следует все-таки подумать, а зачем они нужны, эти независимые наблюдатели? На самом деле есть всего два самых главных, две самых главных причины, две цели участия независимых наблюдателей в избирательном процессе. Первое – это легитимизация процесса, то есть, ну, на эту тему есть очень много документов, международные стандарты, как Миндагенский документ ОБСЕ. То есть, все это можно посмотреть, там очень четко прописано, почему важно для легитимизации процесса, избирательного процесса, участие независимых наблюдателей, как внутри страны, так и международных наблюдателей. Здесь все есть, так? Ну, и на самом деле вторая большая цель – независимые наблюдатели, то есть наблюдатели, которые не заинтересованы в том результате, который будет получен на выборах, а заинтересованы в честности процесса голосования, подсчета голосов, они являются единственным нейтральным источником информации в избирательном процессе. Поскольку все остальные участники, все остальные акторы в той или иной мере аффилированы, да, то есть доверенные лица, конечно, аффилированы. В СМИ частично, да, порой бывают аффилированы. Независимые наблюдатели не аффилированы ни с кем, они действительно нейтральный источник информации, и главным заинтересованным лицом в получении вот этой информации должен быть как раз Центральная избирательная комиссия. А Центральная избирательная комиссия, к сожалению, этого не понимает, или с наблюдателями борется. И чем скорее закончится это ненужное противостояние, тем больше будет польза для нашего общего дела, я считаю, для честных, прозрачных, открытых и правильных выборов в Республике Казахстан. Ну, исходя из этого, у нас есть, конечно, очень много рекомендаций. Я выбрал 10 самых основных. Первое – это законодательно закрепить право наблюдателей присутствовать на всех стадиях избирательного процесса, получать в избирательных комиссиях любую информацию об избирательном процессе, вернуть в закон норму о том, что права наблюдателей доверенных лиц и СМИ не могут быть ограничены. То есть вернуть пункт 1 статьи 20 прим. 1 в редакции 14 апреля 2004 года. Вторая рекомендация – законодательно закрепить гарантии доступа наблюдателей к информации и открытым заседаниям избирательной комиссии всех уровней. То есть это вернуть пункт 2 статьи 20 прим. 1 в редакции от 14 апреля 2004 года. Далее. Процедурная часть, регламентирующая порядок голосования и процедур подчет голосов на участке, это статьи с 37 по 43, включительно закона о выборах, должны быть переписаны таким образом, чтобы создавался последовательный порядок действий избирательной комиссии по проведению голосования и подсчета голосов. Это обязательно нужно сделать, поскольку сейчас в законе с 95 года внесено огромное количество изменений, и поэтому логики, когда ты читаешь эти статьи напрямую, и если ты не работаешь с этим законом, очень сложно уявить логику в том, как действовать комиссией. И это сбивает с толку и комиссии, и наблюдателей, и негативно влияет на качество избирательного процесса. Далее. Законодательно закрепить требования о публикации на сайте ЦИП всех протоколов участковых, окружных и территориальных комиссий. Далее. Законодательно закрепить постоянную онлайн-трансляцию со всех участков с помощью веб-камер и с обязанностью прониктать данные в течение определенного времени. Далее. Законодательно закрепить обязанность избирательной комиссии проходить обучающие мероприятия по новым законам по выбору, поскольку квалификация наших участковых, особенно в отдаленных местах избирательной комиссии, оставляет желать много лучше. Ну, это вот о законодательных вещах, теперь о правоприменительной практике. Ну, следующий пункт – это безусловная отмена постановления ЦИП о 4 декабря 2020 года и прекращение любых попыток ограничить деятельность независимых наблюдателей в будущем. Далее. Прекратить практику ограничения прав наблюдателей на избирательных участках, ограничения передвижения наблюдателей на участке, запрещение на проведение аудио-видеосъемки, недопущение наблюдателей к составлению, к обозрению процедуры составления дополнительных списков избирателей к процедуре подчета голосов. Прекратить практику необоснованной задержки начала процедуры подчета голосов. Прекратить практику привлечения силовых структур для принудительного удаления наблюдателей с избирательного участка под какими-то надуманными предлогами. Ну, о чем уже говорили до этого мои коллеги. Ну, вот это вот вкратце все. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если они возникнут, и передаю слово в операторе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.